Всем привет! Сегодня разбираем еще одну задачу с регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Задача предлагалась в 11 классе под номер 5 в первый день. Условие задачи было такое. Есть треугольник ABC, в нем проведены довольно естественным образом высота AH, отмеченную точку О центра бисанной окружности, проведена медиана AM, отрезки OH и AM пересекаются в точке D, прямые CD и BD пересекают стороны в точках F и E, и, наконец, прямые EH и FH лучи пересекают окружность в точках X и Y. Требуется доказать, что прямые BY и CX пересекаются на прямой AH. Ну, поначалу очень естественная конструкция, естественные объекты, а потом, в общем, происходит некоторое количество построений, и, ну, вот какое-то чудо происходит. Ну, давайте разбираться. На самом деле, я считаю, что эта задача довольно сложная, в том смысле, что она немножко отличается от задач 9 и 10 класса тем, что нужно делать какое-то дополнительное наблюдение. Обычно на финале Всероссийской Олимпиады такие задачи появляются под номерами 3 и 7, ну, уж точно не выше, потому что сделать геометрическое наблюдение на картинке, в общем, довольно сложно, особенно если у вас нету опыта или нету под рукой геогевры. Вот. И здесь это наблюдение состоит в том, что углы BYH и CXH на самом деле должны быть прямыми. И задача разбивается на два этапа. Первое, вот установление того, что эти углы прямые, и второе, вывод из этого, что прямая AH пересекается с прямыми BYCX в одной точке. Ну, давайте разбираться. Вот это первое утверждение, то, что углы прямые. Начнем с него. Значит, здесь я знаю не очень много, к сожалению или к счастью, подходов, как это можно было бы доказывать. Значит, давайте будем делать так. Во-первых, очень естественно выглядит в этом случае вы отметить диаметрально противоположные точки к точкам BYC. Если мы хотим доказывать, что этот угол прямой, то очень естественно нарисовать точку диаметрально противоположной точки BY, потому что у нас точка O лежит на одной прямой. Нам же не зря точка O дана. Итак, мы должны построить точки, диаметрально противоположные точкам BYC. Давайте их обозначим B' и C'. Значит, после этого прямые B' F и Y у нас должны оказаться на одной прямой. Вот это вот наша цель. Ну, так давайте, значит, будем доказывать, что C' E и H лежат на одной прямой. А доказывать я буду на самом деле это следующим образом. Я проведу от прямой C' H, определю таким образом точку E и буду доказывать наоборот, что точки E, D и C лежат на одной прямой. Ну и здесь можно перерисовать картинку, убрав все лишнее, оставив только важное. Важным на самом деле является прямая BC, на ней есть точки H, M, B и C. И есть вот эти вот точки, значит, вершины перпендикуляров в остановленных точках B, H и M. То есть BC' у меня перпендикулярно BC, C' диаметрально противоположная точка, а H перпендикулярно BC и OM тоже перпендикулярно BC, это серийный перпендикуляр к BC. Значит, дальше есть точки E и D, вот они, да, значит, это точки пересечения соответствующих отрезочков. Еще мне известно, что точки C' O и C лежат на одной прямой. На самом деле O это просто середина отрезка C' C'. И я бы хотел проверить, что вот эти точки лежат D, E и C на одной прямой. Ну и самое простое рассуждение, которое я здесь вижу, это теорема о трех центрах гомотетии. Значит, утверждение состоит в следующем, что если у вас есть три гомотетии, которые в композиции дают тождественное преобразование, то их центры лежат на одной прямой. Ну и мы можем рассмотреть гомотетию с центром в точке E, гомотетию с центром в точке D и гомотетию с центром в точке C, который будет переводить отрезки BC' в AH, AH в OM и обратно OM в C' В. Но если быть точным, то вот гомотетия с центром в точке E и с центром в точке D должны быть с отрицательным коэффициентом. Поэтому на самом деле отрезок BC' он должен переводиться в отрезок AH, а отрезок AH должен переводиться в отрезок MO. Ну и потом уже с положительным коэффициентом гомотетия с центром в точке C переводит MO в BC'. Ну и понятно, что если вы три таких гомотетии выполняете друг за другом, то у вас весь отрезок BC' остается на месте, и значит, это тождественное преобразование. Ну и три центра лежат на одной прямой. Значит, это такое самое известное утверждение. Такого сорта, на самом деле, такая задача, прямо такая задача, и, скажем, в задачнике Праслова в теме гомотетия, когда у вас есть три параллельных отрезка, и нужно доказать, что три вот таких точки лежат на одной прямой. Здесь мы даже никак не использовали, что отношение C'O к OC, скажем, равно единице. Но решать это можно и не зная, что такое гомотетия. И самый простой способ — это как-то считать отрезки, например, использовать теорему Чео или теорему Минилая. Ну и проще всего в этом месте использовать теорему Минилая для треугольника B, A, M и точки E, D, C. То есть вычислить отношение B, E к E, A, A, D к D, M и M, C к C, B. Значит, B, E к E, A просто из параллельности переписывается как отношение B, C' к A, H, да, отношение этих отрезков, A, D к D, M опять же переписывается как отношение отрезков A, H теперь к отрезку O, M. И, наконец, последнее отношение M, C к B, C относится как отрезки U, M к B, C'. Ну и здесь каждый из отрезков вертикальных, да, у нас оказался один раз в числителе, один раз в знаменателе, и в результате мы получили в произведении единицу. Таким образом мы доказали с помощью теорио Минилая, что точки E, D, C лежат на одной прямой. Ну, давайте теперь вернемся к исходной задаче и удалим на картинке все лишнее. На самом деле все, что касалось точки D, нам больше не пригодится. У меня есть теперь вот эти два прямых угла, и я знаю, как точки X, Y построить альтернативным образом. Ну и дальше мне нужно доказывать, что, ну, вот здесь вот точки A, H, вот эта точка пересечения лежат на одной прямой. Есть много-много способов вот это сделать. Значит, это вторая часть решения. Один способ это сделать такой. Нужно рассмотреть окружности, построенные на отрезке BH и на отрезке CH, как на диаметре. Тогда CX и BY — это радикальные оси этих окружностей, описанные окружностью треугольника, а прямая AH — это их общая касательная. Поэтому это три радикальных оси, они пересекаются в одной точке. Это один способ. Второй способ — провести, скажем, отрезок Y, X и просто отметить равные углы. Вот такие два красных угла равные. XYB' опирается на дугу B'X, которая состоит из B'C и CX. А вот этот красный уголочек XHC опирается тоже на CX и BC'. Но BC' и B'C равны дуги, потому что это два диаметра приведены. Вот. Ну и таким образом мы получаем, что окружность XYH, она касается в точке H прямой BC. Ну, она построена на вот этом пунктирном отрезке, как на диаметре. Значит, центр этой окружности располагается на этом отрезке. Значит, здесь пунктирный отрезок перпендикулярен BC тоже. Ну вот есть такие варианты. А есть еще одно утверждение, которое я вспомнил в контексте этой задачи, которая мне очень нравится. Я эту задачу встречал очень-очень давно. Мне кажется, что мне выдавали ее, когда я учился в школе, в теме параллельный перенос. И потом я ее очень тоже часто люблю и выдаю. Но сейчас, когда начал искать источник этой задачи, я обнаружил, что эта задача была в 2007 году на Олимпиаде Шарыкина под авторством Заславского. Но я точно знаю, что я и выдавал ее до этого, и мне ее выдавали, когда я учился в школе, задолго до этого. Задача такая, что если у вас есть прямоугольник, и вы берете произвольную точку, строите здесь вот две прямых, и опускаете из двух вершин прямоугольника перпендикулярно эти прямые, то тогда вот эта прямая будет перпендикулярна второй стороне прямоугольника. И вот это утверждение можно доказывать огромным-огромным количеством способов. Ну, например, есть... Да, давайте поймем сразу, что у нас это частный случай. Дело в том, что B, C' B' C — это, конечно же, прямоугольник. Мы взяли два вот таких вот тоже отрезка, опустили на них перпендикуляры из C' и B' — и тогда вот эта пунктирная прямая перпендикулярна стороне прямоугольника. То есть, это ровно то, что нужно доказать. Это чуть-чуть более общий случай. Но один из вариантов доказательства такой можно сделать параллельный перенос. Вот вы берете этот красный и синий отрезок и сдвигаете на нижнюю сторону. Тогда в силу параллельности сохранится и вот такая вот перпендикулярность. То есть, красный отрезок будет по-прежнему перпендикулярен вот этой прямой, а синий отрезок будет по-прежнему перпендикулярен вот этой прямой. Ну, и тогда я вижу просто, что вот эта точка — это истарта-центр такого вот треугольничка. Значит, вот такой отрезок, он перпендикулярен стороне прямоугольника. Ну, и сдвигали мы перпендикулярно стороне прямоугольника, Поэтому, в результате, получаем, что три точки лежат на одной прямой, перпендикулярной основанию этого прямоугольника. Значит, это первое доказательство. Второе доказательство такое. Можно заметить, что вот такие шесть точек лежат на одной окружности с центром в центре прямоугольника. И можно применить теорему Паскаля к такой вот ломаной 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, две точки — это вот эти точки пересечения, как раз, которые у нас есть. А третья точка — это точки пересечения прямоу 1 и 5, 4. Это бесконечно удаленная точка, ну, как раз направление перпендикулярного основанию прямоугольника. Можно было применить теорему Паскаля. В частности, можно было в этой задаче тоже воспользоваться теоремой Паскаля. Еще есть, конечно же, решение, например, с векторами. То есть, можно на самом деле вот это вот утверждение про перпендикулярность доказать с помощью векторов, с помощью скалярных произведений. Я этого делать не буду, а вместо этого замечу, что еще две вещи. Значит, во-первых, если вы заметили вот такую вписанность, то вы можете воспользоваться утверждением, которое я отдельно выносил в задачи 9 класса. Если у вас есть вписанный четырехугольник, вы рисуете две диагонали его, описываете окружность около вот такого вот треугольничка, берете центр и проводите прямую, то она будет перпендикулярно противоположной стороне. Ну, это можно сделать с счетом углов, а можно с обоминанием термина антипараллельность. Ну, так в нашем случае вот у вас есть треугольничек здесь сверху, вот такой вот, да, центр, описанный окружностью этого треугольника, он лежит как раз вот на верхней части, да, вот на этом верхнем пунктирном отрезке. И, значит, соответствующая прямая, вот этот диаметр этой окружности, да, должен быть перпендикулярен к противоположной стороне четырехугольника, то есть в точности это утверждение. Что-то один вариант, а еще есть такое замечательное утверждение, которое тоже можно вспомнить в контексте этой задачи, оно не очень связано с прямоугольником, но тем не менее, что если у вас есть пятиугольник, у него четыре высоты пересеклись в одной точке, то и пятая тоже проходит через эту точку. Давайте посмотрим, почему это в нашей задаче работает. Если мы возьмем пятиугольник, ну вот одна вершина будет вот эта, не обозначенная, дальше b, c' b'c, то высоты этого, четыре высоты этого пятиугольника, b'y, c'x, bc и cb пересекаются в точке h. Ну, тогда мы бы хотели доказать, что оставшаяся высота тоже проходит через эту точку. Значит, как это утверждение доказывается, проще всего с помощью векторов, так же, как это делается для треугольника. Можно сделать следующее наблюдение, что если вы берете вектор а, h скалярно умножаете на dc, плюс вектор b, h скалярно на d, e, e, a, плюс вектор d, h скалярно на b, плюс вектор e, h скалярно на b, c, то какие бы точки а, b, c, d, e, у вас d, e, h не были на плоскости, будет верно вот это вот равенство. Доказывается это так, нужно каждый вектор c, d, e, e, a, b и b, c расписать через точку h, то есть c, d написать, что это есть c, h минус d, h, d, e написать, что это есть d, h минус e, h и так далее. И тогда здесь просто все пересокращается. Но если у вас картинка вот такая, то четыре из этих скалярных произведений равны нулю, и значит пятое тоже будет равно нулю, то есть пятым тоже будет перпендикулярность. Вот, ну и вот из этого утверждения тоже можно вот таким симпатичным образом в нашем случае вывести, что вот эта пунктирная линия, она перпендикулярна c' b', то есть b, c, и значит точки а, h и точки пересечения b, y, c, x лежат на одной прямой. Ну вот, задача, на мой взгляд, еще раз повторюсь, некоторую трудность себя содержала, правда, кроме трудностей с наблюдением, все остальное было достаточно элементарным. И, в общем, не позволяло какого-то большого разнообразия решений предложить. Не знаю, может быть, есть какие-то альтернативные решения, которые не используют вот это наблюдение, а может быть, есть доказательства того, что вот здесь перпендикулярность какая-то альтернативная. А если у вас есть какие-то интересные идеи по этой задаче, пишите обязательно их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...